Сочи снова проверят жилые гаражи и ликвидируют несанкционированную торговлю. Глава города поручил создать дополнительные рабочие группы. Вести бизнес без ущерба для фасадов домов призвали предпринимателей в Лазаревском районе. Штраф до 20 тысяч. Сочи вошел в топ-10 по транспортному обслуживанию. О ближайших планах говорили на совещании Департамента дорожного хозяйства. В Сочи продолжается военно-патриотический месячник. Следующий его этап – сдача норм ГТО. Кубанскими проектами интересуются инвесторы из Турции. С чрезвычайным и полномочным послом Республики Евросии сегодня встретился глава региона Вениамин Кондратьев. На протяжении нескольких лет Турция – один из основных внешторговых партнеров Краснодарского края. Только за последний год товарооборот составил полтора миллиарда долларов. А на территории края работают более 40 российско-турецких предприятий. По мнению Вениамин Кондратьева, таких компаний может быть больше. В частности, на встрече обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве и промышленности. Я думаю, что на первом этапе мы сделали сейчас первый шаг. И я очень надеюсь, что будет второй и третий. И, конечно, сегодня же стремление наших президентов увеличить товарооборот. Конечно, это очень хорошо. И мы тоже к этому стремимся. Но важно нам понять, в чем именно наш Краснодарский край сможет это сделать. И здесь важно понимать, что отмитация края выстраивает сегодня устроенную систему взаимоотношений с инвесторами из любых стран, расставляя приоритеты именно в инвестиционном взаимоотношении. И я бы очень хотел, чтобы Турция тоже встроилась, интегрировалась в эту строенную систему и тоже попала в число тех приоритетов, которые мы сегодня для себя выбираем для дальнейшего развития экономики региона. Самый большой объем экспорта в Турцию из Краснодарского края, чем мы очень гордимся. Но общий товарооборот, конечно же, нужно увеличивать. И в этом вопросе, как вы говорили, инвестиции играют важную роль. Мы будем поддерживать работу в этом направлении. И здесь важно, чтобы Краснодарский край посетили как можно больше бизнесменов из Турции. Чтобы поближе познакомиться с проектами Краснодарского края, Вениамин Кондратьев пригласил полномочного посла Турции и бизнесменов принять участие в российском инвестиционном форуме, который уже на следующей неделе пройдет в Сочи. На все рынки Кубани вернутся социальные ряды. Вениамин Кондратьев поручил разработать схему торговых мест, где жители региона смогут продавать выращенные на своем участке овощи и фрукты. Это должно стать альтернативой тем, кто несанкционированно реализовывает свой товар. Вопрос стал одним из основных на общекраевой планерке. На совещании также обсудили поддержку малообеспеченных и многодетных семей. Все подробности у наших краснодарских коллег. Кубанский картофель, абхазские мандарины или бананы из Эквадора. На прилавках магазинов и рынков края сегодня можно найти все, что душе угодно. Продают то, что вырастили на собственном огороде или привозное, из других регионов и даже стран. В сфере торговли занят каждый пятый трудоспособный житель края. Но вот соблюдать правила рынка получается не у всех. Продают вдоль дорог, на тротуарах, у магазинов. Проблему несанкционированной торговли Вениамин Кондратьев выносит на общекраевую планерку. Ситуация недопустима ни в одном городе из станицы Кубани, заявляет глава региона. Но прежде чем предъявлять требования к самим продавцам, нужно организовать для них альтернативные места реализации товаров. Наша с вами задача создать условия для того, чтобы ушла несанкционированная торговля. Потому что еще раз подчеркиваю, сейчас мы начнем их сгонять. Начнем сгонять. И я уверен, мы получим в пику одно, что куда нам перейти. А вот достойных мест мы им предоставить не сможем. Давайте обсуждать, каким образом мы эту проблему будем решать. Несанкционированная торговля, конечно, это бич сегодня нашего края. Должны быть четко альтернативные действия, которые позволят сохранить и тех, кто хочет заниматься торговлей. Нередко торговые ряды стихийно образуются прямо на улицах. После рабочего дня на их месте такие же стихийные свалки мусора. Но есть и обратная сторона проблемы, о которой говорит губернатор. Торговать на рынках многим просто невыгодно. И в первую очередь речь идет о небольших сельхозпроизводителях. Для этой категории продавцов уже создали более двух тысяч бесплатных и при этом санкционированных мест. Мы на всех ярмарках и рынках, где не было социальных рядов, сейчас организуем социальные ряды. Где они были, мы изучаем место и практически везде передвинули их уже на проходные места, там, где на самом деле интересно. Но когда мы говорим о несанкционированной торговле, как о системе, мы не говорим о бабушках, мы не говорим о производителе. Несанкционированная торговля – это торговля перекупщиков, которые практически уже аналогичный рынок организовали, без санитарных каких-то соблюдений, каких-то требований. С еще большим вниманием на совещание отнеслись и ко второму вопросу, который озвучил Виамин Кондратьев. Поддержка семей, которые находятся в социально опасном положении. Таких в крае сегодня почти три с половиной тысячи. Все они по тем или иным причинам оказались в трудной ситуации. И это далеко не всегда асоциальный образ жизни. На первом месте, конечно, это алкоголизм и наркомания родителей 28,5%. Далее внутрисемейный конфликт 19,1%. Отсутствие работы у родителей 10,6%. Низкий материальный достаток 10,8%. Болезнь родителей 7,1%. В каждой семье существует, как правило, не одна проблема, а несколько, которые требуют комплексного системного подхода по их решению. Дети из таких семей попадают в реабилитационные центры. В регионе их сегодня полсотни. Там ребенок находится не больше полугода. За это время важно помочь родителям разрешить проблемы, чтобы дети смогли вернуться домой и жить в нормальных условиях. Для этого иногда достаточно всего лишь найти работу родителям. Но важно не оставаться равнодушными и вовремя разобраться в причинах сложившейся ситуации, призвал Вениамин Кондратьев. Надо сказать спасибо социальной службе, что они находят этих деток. Раз туда дети попадают, то для главы района, любого главы района, это тревога обратить внимание на эту семью. Коллеги, полгода у глав муниципального образования, если уже дети попали в ЦСЦН, на то, чтобы максимально решить их проблему и вывести из этого трудной жизненной ситуации. Вывести. Помочь, по крайней мере, родителям и им вернуться в свои семьи в комфортную среду. Ко всем озвученным на планерке вопросам еще вернуться. По борьбе с нелегальной торговлей глава региона поручил провести совбест, где эту проблему еще раз обсудят с правоохранителями. А ситуацию с социально незащищенными семьями Вениамин Кондратьев будет контролировать лично. Мария Крошный, Денис Перец, Денис Мускаленко, Кубань-24, Краснодар. В Сочи создаются новые рабочие группы, которые приступят к очередным проверкам. Под контроль взята проблема несанкционированной торговли на курорте и сдачи в аренду гаражей, которые становятся жилыми. Особое внимание, как всегда, санитарному состоянию Сочи. Чиновникам, которые не выполняют свои обязанности в полной мере, глава города сегодня объявил взыскание на общегородском планерном совещании. Расскажет Инга Габешия. Сочи – город, в котором нет сезонного затишья. Чиновники всех уровней только и должны, что набирать темп в работе, отмечает мэр. Во-первых, курорт круглогодичный. Во-вторых, одни события иные мероприятия федерального уровня здесь меняются другими, международными. Чистота и порядок – это то, чем должен славиться Сочи. На прошедшем субботнике тысячи горожан улучшали санитарное состояние курорта. Судя по отчетам, глав районов в рамках праздника труда ликвидировано 46 стихийных свалок. А вот в другом вопросе – ликвидации несанкционированной торговли – власти районов не дорабатывают, подчеркивает Пахомов. – Убирайте эти ларьки. Кто вас заставляет их ставить? У нас нет в этом необходимости ларьки ставить. Мухтин Иванович, обратите внимание, если по дислокации стоят такие, что там с капитальным фундаментом, это немедленно надо прекращать. Немедленно. Мы начинаем обходить микрорайоны. – Мы уже составим график. – Составим график. И будем там и эти ларьки смотреть, и гаражи, которые не вывезены. И будем спрашивать. Альтернатива уличной и придорожной торговли в Сочи есть – это социальные ряды на рынках и ярмарках. Что же касается гаражей, то и здесь очередную инспекцию проведут рабочие группы. Автомобильные гаражи, превращенные в жилые, в основном заселены приезжими гражданами. Они требуют предоставления всех социальных благ, в том числе мест в школах и садиках. Несмотря на то, что по стране Сочи лидер по строительству социальных объектов, с таким спросом на курорт справиться сложно. – Все приезжие думают, что они же обращаются к президенту, что смотрите, сколько в Сочи пустых квартир. Где они эти пустые квартиры? Это опять какое-то заблуждение. У нас свои есть очереди, что мы тысячу семей там переселяем из ветков аварийного фонда. И для этого приобретаем жилье, строим жилье. Жилье в Сочи не простаивает, подтверждает директор городского департамента имущественных отношений. Не остались безхозными и олимпийские дома. Они переданы муниципалитету для дальнейшей реализации на аукционах. Мы, проведя работу, уже констатируем факт продажи этих домов. Из 215 домов 200 реализовано в результате торгов. Посредством, в том числе, электронных аукционов. Общая сумма вырученных денежных средств составляет более 2 миллиардов 400 миллионов. Это те деньги, которые поступили в бюджет муниципального образования и позволили выполнять все свои социальные программы. Непроданными остались 15 олимпийских домов. И в план приватизации этого года они уже включены. Вести бизнес без ущерба для фасадов домов призвали предприниматели в Лазаревском районе. Каждое утро в рейды отправляются сотрудники администрации. Предмет их пристального внимания – это объявления. Домашние люля-кебаб, пельмени, тут же сантехника и химчистка мебели. У двери подъезда импровизированная доска объявлений. С ней каждое утро борются сотрудники управляющих компаний. Рабочий день начинается у каждого дворника именно с этих мероприятий. Потому что не успевают снять, завтра опять появляются те же самые объявления с теми же текстовками. Хорошо, что хоть и пишут номера телефона, по которым мы легко находим их. В поиски предпринимателей участвуют и представители районной администрации. Собственно, им и передают все собранные объявления. Бизнесменов находят и штрафуют. Штраф за данное деяние составляет для граждан 2 тысячи рублей, для юридических лиц 20 тысяч рублей. Еще раз призываем, по всему городу есть бесплатные доски объявлений, которые содержатся муниципалитетами, на которых граждане абсолютно бесплатно и на законных основаниях смогут размещать свои объявления. Своей рекламой авторы вот таких объявлений наносят ущерб потенциальным покупателям. Крепят объявление на клей, который остается на стенах. Убрать его непросто. И делать это приходится то дворникам, то неравнодушным жильцам. К примеру, вопрос с рекламными растяжками по продажам недвижимости в Сочи почти решен. В неположенных местах их нет. Более того, для управляющих компаний домкомов разработана памятка, как правильно и где жители могут размещать свои объявления. По просьбам жителей в районе начались и масштабные работы. Здесь меняют крышу, а вот в этой высотке обновляют краску и облицовку. В прошлом году в Лазаревском районе начались работы на 16 домах. В этом году в список добавились еще 14. В общей сложности на 10 заменят кровлю, в 4 приведут в порядок лифты, а в 15 капитально обновят фасад. По итогам прошлого года Сочи вошел в топ-10 по качеству транспортного обслуживания. Специалисты федерального портала исследовали 100 городов России. Сочи по сравнению с прошлым годом улучшил свои показатели сразу на 12 позиций. Это результаты опроса местных жителей и гостей. Об итогах работы транспортной системы курорта и планах на ближайший год говорили на специальном совещании с Департаментом транспорта и дорожного хозяйства. Его провел первый заместитель главы города Мугдин Чермит. Там побывала и наша съемочная группа. Одна из главных оценок работы транспортной системы Сочи – это Кубок конфедерации. По мнению организаторов, курорт занял второе место среди всех городов, принимающих матчи Кубка по качеству перевозок. Планы на чемпионат мира по футболу – выйти в лидеры. Для этого предстоит большая работа по совершенствованию всей системы. Сегодня на 147 маршрутах в Сочи ежедневно выходит 829 автобусов различной вместимости. В планах на ближайшие годы сократить общее число автобусов за счет увеличения количества транспорта большей вместимости. Это улучшит в целом и ситуацию на дорогах, отметили на совещании. Еще одна из острых проблем – это нелегалы. У нас много такси, много нелегального транспорта, мини-автобусов и больших автобусов находятся в городе. Мне нужно понимание, сколько раз в неделю этому вопросу будет посвящаться внимание. И какие рейды где будут проходить. Еще один вопрос – это финансовое состояние основного перевозчика компании МОП «Сочи Автотранс». Несмотря на то, что предприятие впервые за долгие годы сработало в плюс, проблем еще немало. Это и техническое обслуживание, и обновление парка машин, и дисциплина водителей, и вопрос присвоения ими выручки. Проблема помогает решать переход на безналичную оплату проезда, которая начала действовать в муниципальном транспорте с конца декабря. На всех маршрутах наших городских, это более 100 автобусов, у нас введена система безналичной оплаты проезда. Это первый шаг к чемпионату мира, то есть к 1 мая мы планируем ввести возможность безналичной оплаты во всех автобусах в нашем городе. Также на совещании сообщили, что уже более тысячи сочинцев установили на свои гаджеты мобильное приложение «Сочи Транспорт». Оно позволяет отследить автобусы на линии, дает информацию о перевозчике и обслуживаемых маршрутах. Приложение постоянно совершенствуется. Так, например, планируется ввести опцию «Найти свой эвакуированный автомобиль». Также на совещании была затронута тема дорожного хозяйства. В прошлом году в городе отремонтировали 163 улицы за муниципальные средства, это ямочный ремонт, еще 93 – за краевые, это уже ремонт капитальный. В ближайших планах выполнить капитальный ремонт 29 улиц за счет краевых средств. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сочи примет около миллиона человек во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает портал welcome2018.com со ссылкой на заместителя главы Сочи Сергея Юрченко. В России Мундиаль будет проходить 30 дней. В Сочи состоится 6 игр. Также в городе все 30 дней будет работать зона для фестиваля болельщиков FIFA FanFest, который ежедневно будет посещать до 10 тысяч человек. По подсчетам мэрии, в дни матчей Сочи в день будет принимать 55-60 тысяч болельщиков. Без игр до 40 тысяч любителей футбола. Таким образом, за дни проведения турнира Сочи посетит около миллиона человек. Напомню, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Сочи продолжается месячник оборона массовой и военно-патриотической работы. Встречи с ветеранами, уроки мужества, военизированные эстафеты и разного рода спортивные мероприятия в течение этого месяца проходят во всех школах Сочи. Например, во второй сегодня сдавали нормы ГТО. В комплекс ГТО, готов к труду и обороне, сегодня сдавали самые юные сочинцы, ученики вторых классов. Как отмечают учителя физкультуры, именно в начальной школе дети особо активны и с удовольствием проверяют свои силы в спортивных состязаниях. Для второклассников это попадание мячом в цель, отжимания и прыжки в длину. Особенно у нас популярны ГТО начальных классов. Все дети первых и четвертых классов сдают нормы ГТО очень активно. Ну, мы надеемся, что и старшеклассники тоже выполнят нормативы. Всего же во второй школе нормы ГТО уже сдали десятки школьников. Сто из них получили заветные золотые и серебряные значки. Сегодняшний спортивный праздник посвятили проводимому в крае месячнику обороны массовой и военно-патриотической работы. В этом году он проходит под девизом «Овеяна слава и родная Кубань». В Краснодарском крае он проводится уже 11 год подряд. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире.